Что делать после того, когда вы запустили рекламную кампанию, а результата нет? Сегодня на эфире я расскажу 4 шага простых. Этот эфир будет предназначен для именно собственников бизнеса, для предпринимателей. Как нужно подходить к тому, когда у вас нет результата после рекламной кампании? Вообще на YouTube-канале мы запускаем серию интервью, серию экспертных видео, в том числе с коллегами из агентства FCLID. В том числе с Сергеем Хадиковым. И у нас будет рубрика «Эксперты говорят». Трансляция экрана. Вот смотрите, недавно к нам обратился вот такой клиент C-Plast. Они производят вторичную гранулу. Это всякие гранулы из второстырья для пленок, ПВД, ПНД и так далее. И в общем Евгений мне говорит, ребята, сайт и интернет-реклама фигня, не работают. Почему так происходит? Причин может быть огромное множество. Но клиент явно заикарился на то, что вот в тендерах есть клиенты, которые покупают сразу на 10 тонн, а интернет-реклама приводит тех, кто покупает всего один мешок, а он хочет продавать там от одной тонны, от трех тонн и так далее. И естественно он не понимает, почему так происходит. Сайт есть, реклама есть. Ну все должно работать, это же так просто. Так вот, что же делать Евгению, если он попал в такую ситуацию? Понятно, что он может нанять разные агентства, разных специалистов, но все же. Да, то есть ему как руководителю нужно же понимать процесс, разобраться, на что обратить внимание. Самое первое, что я предлагаю сделать, это вообще понять, в чем проблема. Потому что проблема может быть в трафике, может быть непосредственно в сайте, а может быть в продавце. Когда руководитель поймет проблему, это 50% уже решения задачи. Как только проблема определена, считайте, что половину пути вы прошли. Если смотреть конкретно на C++, у нас там нет доступа к рекламной кампании, но если взять любую страницу, которая есть на сайте, то мы с вами увидим самую частую ошибку, которую делают дистрибьюторы, производители, все, кто продают B2B и оптом. Это отсутствие позиционирования. То есть представьте ситуацию, человек набирает, допустим, сидит в Яндексе менеджер, которому поручили найти коммерческое предложение. Там, допустим, компания производит пленку, им всегда нужны поставщики вот этой гранулы. Соответственно, руководитель говорит там, Алексей, иди, найди нам выгодное сырье. Алексей идет, набирает, допустим, гранулы, ПНД, ему выпадает список сайтов. Что он видит? Он видит рекламные объявления. Давайте для примера, чтобы не быть голословным, я прям наберу вот так вот. Гранулы, ПНД. Вот так вот. Видите, что видит Алексей? Он видит рекламу, то есть первая ссылка реклама, там вторая ссылка реклама, третья ссылка реклама, потом он видит Авито, он видит различные сайты и так далее. То есть что делает Алексей? Он нажимает на все подряд, все, что сверху, и открывает разные сайты, и сравнивает коммерческие предложения. Так вот, если наш с вами клиент будет находиться здесь, он также нажмет и зайдет на сайт и будет его смотреть, например, вот эту страницу главную. Что он здесь увидит? Он увидит, что да, компания это производит, и она это продает. Естественно, он позвонит или оставит заявку. Но ключевой момент. Если компания C-Plast позиционирует себя, что компания продает от одной тонны или от пяти тонн, например, но об этом не сказала нам нигде в объявлении, не сказала на сайте, не подсветила, что она работает только с юрлицами, только с бизнесом, она делает только крупный опт, что она доставляет только ЦФО, например, понимаете? То есть если вы, ваши менеджеры, ваши подрядчики, не указали критерий, по которым вы признаете, что этот потенциальный клиент ваш, то значит вы купили всех. Если ваше предложение для всех, ну тогда так и делайте. Но если вы хотите занять определенный сегмент, вам нужны очень узкие, какие-то понятные клиенты по конкретным критериям, ну, ребят, тогда это нужно сделать с помощью позиционирования, нужно это отсечь, отсечь на уровне рекламной кампании. То есть в объявлениях так и написать. Гранулы PND оптом от одной тонны, для юрлиц там доставка по ЦФО бесплатно. Когда человек нажал, да, то есть есть вероятность, что нажал тот же, кому нужен мешочек, ну так, ради интереса, он решил заинтересоваться. Но на сайте вы ему так же продублируете это, напишите. От одной тонны мы, ребят, работаем. Работаем только с юрлицами, с дружаном только оптом. Так и нужно здесь. То есть вот этот заголовок, производство отличной ПВД, ПНД, даже слова гранулы нет. То есть очень важно здесь написать на первом экране заголовок производства и продажа, гранул ПВД, оптом от такого-то объема, с доставкой по таким-то регионам и так далее. Понимаете? Вот как только мы определили с вами проблему, у нас сформировалась гипотеза, что возможно, заявок было много, но они были некачественные, потому что весь бюджет уходил на всех подряд людей, а нам нужен только сегмент. Мы с вами сформировали гипотезу, и теперь я как специалист или там ваши какие-то наемные специалисты, они, соответственно, из этого пишут план действий. Что нужно сделать? Нужно переработать посадочную страницу и на ней изменить первый экран, обязательно упомянуть вот эти критерии, изменить рекламную кампанию, сделать там отстройку. То есть от первого шага определения проблемы мы перешли ко второму шагу, это составление списка задач. Дальше, когда мы этот список задач с вами получили, мы из этого формируем уже тесты. Тесты. То есть мы с вами запускаем параллельно этому сайту отдельную посадочную страницу, отдельную рекламную кампанию и смотрим 2-3 недели на результаты. И четвертым шагом мы с вами уже открываем отчеты и смотрим, какие результаты были у нас до и какие результаты после. То есть я уверен, что все, кто строит бизнес, понимают, что такое гипотезы, там, хади циклы, вот эти все умные слова. Ключевой момент, который я хочу донести на этом эфире, если вы запустили рекламную кампанию впервые в новом для вас инструменте или новым методом, или у вас новая категория продукции, вы запускаете новую рекламную кампанию, может быть, у вас новый рынок, новый сайт, да все что угодно. Новая? Вот считайте, что если вы запустили, и у вас с первого раза получилось, прям с первого раза, значит, что-то идет не так. Это вот исключение. Потому что, когда вы только начинали заниматься музыкальными инструментами, ну как вы могли сесть и сразу, чтобы у вас все получилось? Ну не бывает так. И в бизнесе, да, ну есть такие люди, которые вот сразу они начали и за неделю они миллионерами стали. Ну не бывает такого. То есть нужно пройти какой-то этап трансформации, этап тестирования, этап набора данных для того, чтобы получить результат. Крупные компании внедряют сотнями эти тесты в течение месяца. Они каждую букву, там, я не знаю, кнопку тестируют для того, чтобы выжать еще ноль, там, ноль какого-то процента конверсии. Поэтому я призываю вас, если вы вдруг решили остановиться на достигнутом, да, сейчас я остановлю экран. Если вы решили остановиться на достигнутом, если вы решили, вот я запустил ВКонтакте, ой, что-то она не работает. Вот я запустил там, например, я не знаю, там Яндекс.Директ, ой, она не работает. Не останавливайтесь на этом. Вам нужно понять, что делаем, 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 делаем и результат будет. Результат будет, потому что как больше будет данных поступать, вы будете уже понимать, что работает для вас, а что нет. Вот на реальном примере вам показал, рассказал, как работает, вот, что делать после того, как вы запустили рекламную кампанию, а результата нет. Тестируйте, да, то есть давайте еще раз проговорим эти четыре шага. То есть первое, что вам нужно сделать, это определить проблему, это 50% успеха. Второе, вам нужно второе, вам нужно составить список гипотез, третье, запустить тесты, и четвертое, соответственно, сравнить результаты до и после и сделать выводы, сработала ваша гипотеза или нет. К нам постоянно в агентство FCLIT обращаются клиенты, у которых мало заявок, им нужно больше, или есть заявки, но цена или качество их не устраивает, или обращаются компании, которые сидят на звонках и тендерах, но с сайта и рекламных компаний вообще не получается ничего. Поэтому если у вас ситуация, что вы производитель, дистрибьютор, продаете оптом, и вам вообще в целом нужна лидер-генерация, заявки, новые клиенты, расширение клиентской базы, то обращайтесь к нам, мы как раз на этом специализируемся. Мы специализируемся на том, чтобы оптимизировать рекламные кампании, сделать их прибыльными, привести к вам этих клиентов, в том числе, послушать звонки, как ваши менеджеры продают, ну и, соответственно, увеличить, вот этот расширить количество клиентов, увеличить ваш оборот за счет этого. Поэтому пишите мне по контактам, которые видите, мы с радостью проведем для вас аудит и разработаем стратегию. То есть для тех, кто посмотрел это видео, для вас спецпредложение, аудит рекламной кампании мы проведем бесплатно. Это будет экспресс-формат, и расскажем вам, что можно подкрутить, что можно улучшить. Дальше уже можем переговорить. Если вам нужно, разработаем диджитал-стратегию, сделаем серию лендингов, настроим аналитику, можем новый сайт сделать, настроим трафик, настроим лиды, можем внедрить CRM. Поэтому обращайтесь за интернет-маркетингом, за лиды-генерацией по контактам, которые вы видите. В общем, уверен, что эти эфиры будут более постоянные, более стабильные у меня. И всем спасибо, кто посмотрел эфир, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok